некоторые делаю в технические моменты так поставила эфир на запись сейчас у нас сейчас у нас подключится катя чуть-чуть попозже я ее жду вижу еще тут ей желающие но попозже мы можем оставить время на ответы на вопросы после эфира так жду катю как проходят ваши выходные и вообще ответьте пожалуйста слышно ли и видно ли меня напишите в комментариях под тем постом которые я последние выложила слышно ли меня и видно хорошо ли так жду ваших комментариев а вот у нас катя присоединяется видно слышно вижу супер сейчас я катю подключу так так привет а все я сама все получилось привет привет так я да нет написали что все слышно и видно в принципе спасибо большое ольга значит я немножко познакомлю вас с катей вообще в принципе на катю я тоже давно подписана и мы в какой-то степени немножко коллеги мы все начинали с каллиграфии но катя преподает прекрасные исторические почерки и ее уникальность том что катя левша и это очень интересно мы по этому поводу и собрались поговорить на эту тему катя расскажи пожалуйста вообще как давно ты занимаешься каллиграфии вот сколько лет уже отдаешь этому прекрасному искусству мне сложно сказать вот конкретно сколько лет я прям вот непосредственно занимаюсь каллиграфии потому что начала я в 2013 году когда у меня родился первый малыш но начинала я нет непосредственно с каллиграфии это скорее был лет ринг имитация каллиграфии насмотревшись в интернете красивых картинок я решила что я хочу так же поэтому я достала линеры ручки и просто сначала повторяла то что видела в интернете подрисовывая наплывы и имитируя таким образом каллиграфию ну а потом со временем я начала как-то осознавать что все же мне это очень нравится мне это близко и постепенно 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 сначала заказала инструменты потом начала писать уже прям прописи и вот так вот книги начала изучать и постепенно постепенно каллиграфия стала очень важным аспектом моей жизни то есть вот такого что я пошла на какой-то курс или просто вот купила инструменты начала такого не было это было все очень постепенно и достаточно долго я так разогревалась, подогревалась, но потом уже зато навсегда случилось. Кать, но мне кажется, вот сейчас на просторах интернета мастера, которые преподают каллиграфию остроконечным пером, вот их вообще не так много. Сейчас, в принципе, вот по пальцам пересчитать, и ты в целом такая одна из ярких представителей, ты делаешь шикарный контент, вдохновляешь, вот, поэтому мне кажется, что вот ты такая одна из самых ярких представителей этого направления, скажем так, сейчас в сети. Вот. Ну, это немножко комплиментов. Я сейчас перейду тогда к наиболее важным вопросам, которые мы хотели с тобой обсудить. И первый вопрос это, так как ты левша, и, в принципе, у меня канал про Чистописание, то я и задам вопрос из этой области. Как у тебя складывалась учеба в школе? Потому что у левшей всегда есть определенные особенности, с ними непросто. Переучивали ли тебя на правую руку? И какой у тебя был почерк, да, допустим, как у левшей красивый ли? Спасибо, Жень. Сначала отвечу на комплименты. Во-первых, спасибо. Во-вторых, я не одна, у меня команда есть, и мы вместе всем этим занимаемся, поэтому не могу все лавры только себе приписать. У нас прекрасные девчата, и более того, не только вот мы команда, но еще и наши студенты. Это тоже часть нашей команды, и мы все вот так вот вместе делаем нашу школу такой теплой и душевной. Это зависит от всех, такой симбиоз у нас случился. Но спасибо, мне очень-очень приятно. По поводу школы. На самом деле, интересно, я вообще левша в маму. У меня мама левша, но она левша переученная. То есть в ее молодости невозможно было, ну, я не знаю, наверное, были какие-то суперпрогрессивные учителя, но в целом переучивали всех. И моя мама как раз была одной из тех, кого переучили, причем, как я знаю, у них была достаточно строгая учительница, чуть ли не указкой била по рукам, если вдруг ты что-то делал не так. Мне повезло, я считаю, потому что когда я была маленькая, я так понимаю, что в обычных среднестатистических школах, в которых училась я, детей также переучивали. Уже не всех, уже были какие-то более прогрессивные учителя, но глобально все равно ситуация была та же, в основном переучивали. Потому что действительно, когда ты пишешь левой рукой, писать неудобно. Ну, начиная с того, что рядом с тобой сидит, если правша, условно, он первый вариант, и второй, вы постоянно толкаетесь руками. И заканчивая тем, что ты можешь смазывать тушь или, ну, не тушь, чернила, и тебе просто неудобно физически писать. Но у меня была прогрессивная учительница, и в то время, как, удивительно, но моя мама наставила на том, что меня нужно переучить, она говорила, ни в коем случае, пусть пишет, как пишет, зачем мы будем ребенка сейчас мучить. Поэтому меня никто не переучивал. Я пишу левой рукой с детства, и на самом деле, когда удивляются, что я левша, каллиграф, я тоже удивляюсь в ответ, потому что я не понимаю, что здесь удивительного. Я же не какая-то особенная, там, я не знаю. Ну, подумаешь, пишу левой рукой, ну, кто-то правый. Причем некоторые захваты правой рукой, они настолько необычные, что я, как левша, удивляюсь не меньше, потому что я смотрю и думаю, нет, ну, как можно писать, когда ты там вот так как-то держишь ручку между, непонятно как. Хотя человек пишет, казалось бы, правой рукой. Поэтому здесь каких-то проблем таких не возникало с детства. Пишу левой рукой. Действительно, есть определенные особенности, которые можно учитывать. И плюс ко всему левши, так же, как и правши, все разные. Кто-то держит одним захватом инструмент, там, шариковую ручку, если мы говорим о школе. Кто-то держит инструмент другим образом, кто-то пишет вот так вот, выворачивая руку внутрь. Я пишу, ну, то есть я не выворачиваю руку внутрь, у меня рука достаточно так открыта. Вот. Поэтому сказать, что есть какой-то универсальный рецепт для левшей, я не могу. Так же, как и нет универсального рецепта для правшей. И когда меня спрашивают, можно ли научиться, ничего себе левша, а что там, левша, наверное, сложнее. Мне кажется, сложно вначале всем. Руку ставить сложно всем. Что правши воют и мучаются, что левши воют и мучаются. Нет такого, что ты такой, а я правша, сейчас я быстро напишу. Если бы это было легко, у нас бы с тобой, наверное, не существовало. Никто бы не хотел обучаться чисто описанию, каллиграфию. Зачем, если и так все легко получается? Вот, поэтому. Ну да. Я немножко дополню про то, что правши как бы со сложностями сталкиваются, когда начинают учиться каллиграфии, чисто описанию, что левши. Но вот левши, они как-то вот всегда вот по-особенному. Вот у меня недавно был мастер-класс живой. Не онлайн, а офлайн. И там, значит, сидела девушка, а мастер-класс был по каллиграфии именно. И вот она, значит, что-то мне там прям весь мастер-класс, она мне ныла, что ей ужасно. Вот правши, они как бы ноют, но делают. А левши есть такие вот, как же мне быть? И вот поэтому настолько это прям остро воспринимается, когда ребенок левша или взрослый левша. Может быть, поэтому и настолько такой отлик, когда ты говоришь, я левша, я занимаюсь каллиграфией. И прохват я хочу тоже дополнить, потому что вот хват – это вообще какой-то такой вопрос очень тонкий. И я на своем канале бесконечно на эту тему пишу и вижу, что все вообще по-разному держат. И действительно, как бы и правши, и левши у всех тоже свой подход есть. Но вернемся к почерку. Вот я задала вопрос, красивый ли у тебя почерк? Вот в школе, допустим, да? Вот он у тебя красивый был и сейчас? А мой повседневный почерк в школе был лучше, чем мой повседневный почерк сейчас? Признаюсь, такое откровение каллиграфа. В школе я очень любила писать. Но, возможно, я поэтому и каллиграф, потому что мы тоже у студентов в начале обучения всегда спрашиваем, почему ты решил заняться каллиграфией? Один из самых популярных ответов – я всегда любила красиво писать. Вот я тоже, я всегда любила красиво писать. Блокнотики, ежедневники, какие-то анкеты раньше мы заполняли бесконечно. И, конечно же, я старалась. Я писала, как мне кажется, очень аккуратно. Я старалась. Я из тех, кто переписывал по собственному желанию, если мне не нравилось, я вырывала страничку, переписывала ее красиво. Поэтому в школе мой почерк был красивым, аккуратным. Наверное, он испортился в университете, потому что эти бесконечные лекции, у меня филологическое образование. То есть это постоянно что-то писать, что-то читать. Постоянно вот такая вот деятельность была связана с письмом. И мой почерк сильно очень испортился. И я как-то остыла. То есть у меня уже не было желания переписывать, например, огромные конспекты, просто чтобы было красиво. А потом уже появилась каллиграфия в моей жизни. И я теперь умею писать красиво, если я хочу, потому что я знаю, как это сделать. Но, как правило, если я использую свой обычный почерк, не в каких-то целях, связанных с красотой, с искусством, как правило, я не стараюсь. Но если не стараешься, то и результат соответствующий. Все же красивый почерк требует больше усидчивости, больше внимания, и он пишется медленнее. Поэтому мой почерк некрасивый в обычной жизни. Но могу при желании написать и красиво. Жень, расскажи, а у тебя, ты же вообще, получается, преподаватель по чистописанию. То есть твоя профессия вообще писать красиво всегда, как у тебя с обычным почерком обстоят дела в жизни. И вообще считаешь ли ты, что он должен быть красивым, или можно и некрасиво писать? Вообще классно ты рассказала про свою историю в школе, про свой почерк, потому что я прям себя на самом деле вспомнила. И это прям было абсолютно то же самое. Я тоже любила писать в школе. Это было для меня каким-то нереальным удовольствием. Я точно так же переписывала идеально, чтобы у меня были идеальные домашки. Я сидела над каждой буквой. Мне тоже очень нравилось всегда писать. Значит, про свой повседневный почерк, который у меня есть сейчас, я немножко тоже хочу развернуть, потому что сейчас, когда мы взрослые уже пишем, у нас основная задача сделать так, чтобы это всё мы могли прочитать. И вот я как бы... Если я могу прочитать то, что я написала, значит, всё прекрасно. И в целом то же самое. То есть если я замедляюсь, конечно, я могу написать красиво и завитками, и без завитков, и школьным почерком, и ещё каким-либо, потому что точно так же я знаю, как это делать. И с детьми как бы я работаю, конечно, я стараюсь, чтобы они пришли к идеалу, чтобы у них было максимально всё красиво. Но основная задача, которую я ставлю в работе с детьми, это, конечно, читаемость. Потому что читаемость и аккуратность это самое важное, что должно быть в почерке именно в школьном. Нужно, чтобы было понятно ребёнку, понятно родителю, понятно учителю. Ну и в целом там ещё другие моменты подключаются, но я могу попозже про это рассказать, что ребёнок получает благодаря тому, что у него меняется почерк. Вот. Так, я надеюсь, я ответила на твои вопросы. Да, спасибо, мы здесь схожи. Почерк, при желании могу, но не всегда хочу. Согласна. Хорошо, Кать, тогда я тебе тоже задам следующий вопрос. Какой вообще твой самый любимый каллиграфический шрифт? Я больше всего, ну, наверное, это всё, знаешь, меняется. То есть у меня нет такого, что я какой-то один почерк люблю на протяжении всех этих лет и только ему посвящаю всё время. Нет, я владею всеми основными почерками, которые пишутся острым пером, и в разные периоды я влюбляюсь в разные почерки. Например, я увлекаюсь классическим письмом. У меня был период, когда я была поклощена коперплейтом, я основательно смотрела книги, изучала прописи, и, конечно же, мне очень нравился этот почерк, потому что я была вся вот про него. Потом я начала изучать Спенсериан, и, конечно же, влюбилась в Спенсериан. Но вообще сейчас, когда я уже владею этими почерками, безусловно, везде нужно стремиться к идеалу, и везде я не могу сказать, что я прям идеально всеми почерками владею. Нет, я себя такими иллюзиями не тешу, везде есть работа. Но вообще сейчас для меня каллиграфия — это уже не только про красивое письмо, но и про выражение себя, своих эмоций, своих чувств, про искусство, скорее, про донесение своих смыслов до зрителя. И поэтому сейчас для меня на первое место выходит современная каллиграфия. Причём порой она как раз становится нечитаемой. То есть современная каллиграфия тоже бывает разная. Бывает такая просто расслабленная, классическая условно-каллиграфия, просто расслабленная. А бывает уже на грани какой-то абстракции, нечитаемости. И вот когда я сижу и занимаюсь для души, я как раз занимаюсь именно современной каллиграфией, ещё формы, образы с помощью линий и форм, ну вот букв. Но я при этом не перестаю практиковать классику, потому что чтобы свободно заниматься современной каллиграфией, чтобы доносить вот эти свои смыслы, эмоции и чувства, нужно вообще-то хорошо знать азы. Это как правило, чтобы нарушать их, надо бы знать. Это да. И поэтому, как я уже сказала, нет такого, что все стили я знаю в совершенстве. Конечно же нет. Я продолжаю шлифовать линии, продолжаю их буквы, продолжаю оттачивать, продолжаю ими заниматься и классикой, и современной каллиграфией, потому что это всё взаимосвязано. Одно без другого, как мне кажется, не существует уверенности в линии, появляется только когда ты можешь провести линию так, как ты её задумал. А как ты её задумал, ты можешь провести линию, только если ты хорошо владеешь пером. А чтобы пером хорошо владеть, нужно очень хорошо тренировать классику, потому что в классике всё чётенько, по полочкам, там не забалуешь. Вот, поэтому такая цепочка. Я очень удивлена твоему ответу. Я на самом деле не ожидала, что ты ответишь, что твоё самое любимое направление это именно современная каллиграфия. Она, конечно, да, ближе к искусству. А вот скажи, вот параллельно вопрос возник, а вот твои ученики, они, что больше им нравится, спонсерен или копирплей? Ты же всё равно понимаешь, сколько людей интересуется, или 50 на 50? Да, у нас... Во-первых, мне тоже, знаешь, сразу встречный вопрос. Мне интересно, какой ты думала, что у меня любимый почерк. Просто интересно, какое впечатление я могу произвести. Я думала, либо спонсерен, либо копирплейт. Ну, даже, наверное, больше спонсерен, я думала, потому что копирплейтом у тебя поменьше чуть работ, ну, как мне кажется. А то, что современно, я даже вот не брала этого внимания. Здорово, интересно. Теперь отвечаем на твой вопрос. Безусловно. Мне кажется, это прям... Тут даже никаких нет сомнений. Всем нравится копирплейт. Мне кажется, у всех вообще, в принципе, в голове есть связь каллиграфия, и, скорее всего, именно копирплейт первый всплывает в голове, как образ красивого письма. А спонсерен уже идёт, знаешь, вот многие наши студенты... У нас есть такая поговорка внутри школы. Ну, студенты сами, я так повторяю, это говорят, что АПТ-17 вызывает привыкание, что пройдя один курс, потом невозможно остановиться, и хочется ещё, ещё, ещё. И у нас бывает такое, что студент приходит на спонсерен просто потому, что не хочет расставаться со школой. То есть настолько этот стиль какой-то недооценённый для многих, что на него приходят просто из-за школы, а не из-за самого стиля. И потом все влюбляются. Вот спонсерен, то ли его нужно как-то раскусить, но 100% всем нравится копирплейт, и лишь единицы. Есть, конечно, такие студенты, которым нравится спонсерен, и они прям вот целенаправленно к нему уходят, к нему прикоснуться. Но в основном спонсерен идёт уже по остаточному принципу. Или просто, чтобы продолжить обучение, или бывает, что ты освоил копирплейт, тебе хочется ещё освоить какой-то стиль письма, как-то разнообразить свою почерк, и ты идёшь, ну ладно, спонсерен ещё изучу. А так спонсерен очень многим не нравится, у многих он вызывает вопросы, и кажется, что он нечитаемый, хотя мне кажется, что он, наоборот, очень даже понятный и читаемый. Да. Скажи, а у тебя какой стиль письма нравится? Какой тебе нравится? Ой, я же... И можно что сразу вопросик задам, связанной как раз с чистописанием, потому что ты же вообще как своё основное направление выбрала именно чистописание, а не каллиграфию, хотя каллиграфией ты, безусловно, тоже занимаешься. Почему? Почему чистописание, чем оно тебя так заманило, приманило? Расскажешь тоже немножечко. Так, по поводу моего любимого шрифта каллиграфического, увидишь, у нас немножко разный вход в каллиграфию, потому что ты пришла именно просто по зову души, начала что-то изучать самостоятельно. Я уже на тот момент семь лет работала гравёром, и я делала там надписи на часах, на ложках, на золотых кольцах, и я как бы умела копировать шрифты, которые мне, допустим, говорили сделать, посмотреть картинку, скопировать, ну и в какой-то момент я поняла, что я хочу повысить свой уровень и именно разобраться в шрифтах, как они собраны, из чего, как их вообще писать. И так как я гравёр, то, конечно, мой любимый шрифт это Куперплейт, это же Энгравер скрипт, вот, и это моя, это стопроцентная любовь из всех шрифтов каллиграфических, которые я изучала, изучала. Вот, а по поводу чистописания, вообще, когда я создала этот канал в Телеграме, я свято была уверена, что сейчас я начну рассказывать про каллиграфию, я сейчас начну вести канал на эту тему, делиться роликами и постами, и все будут счастливы. Но когда я увидела, какой отвлек на чистописание, я сразу всё поняла, что всё, как бы, ну, процент людей, которым интересна каллиграфия, которым интересна чистописание, он огромный, то есть большое количество людей, у них есть потребность именно исправить почерк либо себе, либо своим детям, но в частности детям. Я увидела, что на это больше отклика и просто решила, что я заниматься буду именно этим. Но я и преподавала, собственно, в основном, чаще всего, если оффлайн, то это чистописание я исправляла почерк детям. И ещё такой момент для меня, это такая прям глобальная миссия, то есть помочь детям исправить почерк, для меня это гораздо, меня это больше вдохновляет, нежели я людям расскажу про каллиграфию. Как бы, я не могу сказать, что рассказать про каллиграфию это как-то там хуже, но вот лично меня больше заряжает тема, как помочь детям, и именно вот в таком русле я как бы и выбрала свою деятельность, потому что для меня это более глобальная цель. И она меня очень сильно мотивирует, заряжает, и когда я вижу результаты учеников, то мне очень радостно на душе. Вот, поэтому так. Ответила на твой вопрос. Хорошо. Катя, вот немножко про то, что я тебе про чистоописание рассказала. Как на твой взгляд, как каллиграфа, как ты думаешь, вот какой каллиграфический почерк, исторический почерк можно внедрить в школы сейчас в современном мире? Как ты думаешь? Ну, как мне кажется, оптимально ложиться на повседневное письмо, учитывая скорость письма, учитывая образ письма. А это, конечно, Спенсериан, если говорить о каллиграфии. Собственно, тут даже переносить ничего не нужно. Есть бизнес-курсив на основе Спенсериан, есть масса книг по нему. Единственная загвоздка, пожалуй, здесь будет именно в кирилизации этого почерка, потому что все же это американский стиль письма изначально, и, соответственно, какие-то буквы А, В, Д, они легко ложатся на наше письмо, ну, просто потому, что они повторяют форму. Латинского варианта. Но есть такие буквы, как З, например, или как Н, которые могут ложиться сложнее именно на... То есть на них, когда ты пишешь быстро этим стилем письма, порой происходит затык. То есть ты останавливаешься и думаешь, соединение может идти неорганично. И здесь я бы предложила, например, создателям, если кто-то заботится созданием каких-то таких прописей или внедрением такого стиля письма в школу, я бы им предложила еще обратиться, например, к нашей скорописи, посмотреть, как там формировались буковки, и какие-то элементы взять оттуда из скорописи, именно формы, чтобы соединения происходили более органично, чтобы письмо плыло, текло по бумаге, чтобы не приходилось как-то задумываться и вот, ну, отрывать руку и думать, какой же штрих написать следующим. Но вообще бизнес-курсив, ну, я говорю, тут даже и придумывать не нужно, он уже, он уже придуман, он уже есть, он уже внедряется и так. А ты как считаешь? Ну, я сейчас прям активно изучаю все вот эти вопросы, то есть, изначально-то я пошла по пути советского чисто писания, почему я пошла по этому пути, потому что это максимально эффективно, отработано годами, и приносила свой результат. Ну, все мы знаем, что там в Советском Союзе все дети писали красиво, ну, а что нам придумывать еще? Вот, но там основа все-таки на английском курсиве, там же просто угол поменяли на 65 градусов наклона, если у нас английский курсив 55-53, то там чуть поменяли угол, вот, и я сейчас стала разбираться именно в ускорении письма, стала больше читать вот методистов советских, и у меня тоже есть некоторые вопросики, потому что там в основном все упор на нажимное письмо, даже вот, если ребенок, его обучают писать быстро, а все-таки американский курсив, он больше про безнажимное письмо, и в этом плане я считаю, что можно почерпнуть оттуда интересные какие-то тоже фишки, ходы, информацию, ну, смотри, если говорить про внедрение вообще в целом какого-либо почерка в школы, то у нас в России ситуация очень жесткая, у нас есть стандарты в ГОС, которые никто не имеет права нарушать, ну, особенно там первый-второй класс, и дальше мы ничего сделать не можем, потому что я своим детям изначально показывала буквы вот с завитками советского чистописания, дети приходили в школу, им учителя зачеркивали эти завитки и говорили тебе, короче, мы снижаем оценку, ну, это я уж, конечно, утрирую, но суть в том, что дети расстраивались из-за этого, поэтому здесь как бы я могу только вот эти взять какие-то наработки именно американского курсива, бизнес-курсива, а формы букв я не имею права никак изменять, но это то, что касается первый-второй класс. Если говорить там уже постарше детям, я думаю, что им было бы это интересно, то есть там четвертый-пятый уже послабее вся эта история, там жестких требований нет, тоже зависит, конечно, от учителя, от учителей, но в целом я думаю, что какие-то формы я бы детям тоже показала, именно из американского курсива, из бизнес-курсива, вот такая история. Ну да, вообще печально, я правда не помню, что у меня ребенок, он первые годы обучения ходил в школу, ну, в обычную в России школу, я не помню, чтобы у нас были какие-то проблемы с непосредственными, ну, с какими-то отдельными буквами, но у меня очень правильный ребенок, возможно, он и не импровизировал в школе, возможно, там все было четко, вот, но вообще, мне кажется, такое отношение, не знаю, может быть, я сейчас кого-то обижу, но мне кажется, такое отношение не совсем правильное, потому что оно убивает вообще любовь к письму ребенка, ребенок, он же всегда тянется к знаниям, и первый, второй класс, как раз это та пора, когда хочется писать, когда хочется, конечно, если это все в пределах читаемости, понятно, что если там все в завитках и непонятно, что написано, это уже будет перебор, действительно, но вообще, ругать ребенка за то, что он чуть-чуть что-то не так написал, мне кажется, это может просто убить любовь к письму, в принципе, на корню просто ее срубить, не знаю. Кать, знаешь, вот здесь я всегда как бы смотрю на вот этот мир чистописания, мир каллиграфии, он немножко разный, то есть почему я тоже туда вот погрузилась, и я точно так же смотрела на это как каллиграф, но потом, когда я стала углубляться, дело в том, что вот ты говоришь, если там зачеркивать ребенка букву, он потеряет любовь к письму, но это не совсем так, потому что если говорить про первый и второй класс, то там должны быть строгие требования, потому что ребенок вообще не знает, из какой точки вести ему крючок, до какой точки доводить, и если ребенку в это время еще дать пять вариаций букв, он вообще потеряется, то есть задача основная просто научить его пока писать без каких-либо излишеств, и вот в этом разница между чистописанием и каллиграфией, потому что каллиграфия это всегда про творчество, про самовыражение, про то, как человек может нам сделать так, как ему хочется, но в чистописании это никогда не прокатит, это только усугубит ситуацию, вот, собственно, в чем нюанс. Ну, да, согласна, собственно, я поэтому говорю, когда говорили о любимых стилях письма, для меня каллиграфия это возможность выразить себя, это не про утилитарное такое письмо, да, для какой-то цели, хотя, безусловно, там приглашение красиво подписать, там тоже есть цель, но глобально для меня каллиграфия это про искусство, про красоту, про выражение, да, наверное, если так подходить к этому вопросу, то, ну, детям все равно, не знаю, мне кажется, что, ну, я, по крайней мере, своим даю полную свободу в плане выражения себя на бумаге, конечно, пока это читаемо, но у меня главный аргумент, правда, уже дети, знаешь, тоже, они уже, старший сын у меня, он уже, собственно, возрослевший, и когда я говорю о том, что тебе нужно писать аккуратно для того, чтобы ты мог донести свою мысль до конечного потребителя, ну, твоего текста, иначе он просто не поймет, что-то написал, вот, он мне отвечает, что я тогда напечатаю, потому что мне нужно, чтобы было понятно, вот, и, собственно, и действительно, я думаю, ну, собственно, ладно, ты прав, тоже есть в этом определенная истина, тогда. Так, ну, смотри, следующий тогда вопрос к тебе, какая твоя любимая книга по каллиграфии? Может быть, есть какая-то, вот прям супер тебе по душе? Да, есть книга, которая является моей самой любимой на протяжении, мне кажется, уже нескольких лет, и я не перестаю ею восхищаться, и каждый раз что-то новое открывать, и мы как раз специально подготовились и выложили ее сегодня, это бесплатная книга, она выложена сегодня у нас на канале, поэтому, если кому-то будет интересно, переходите к нам, посмотрите, вот, по ссылке, которую Женя не оставляла, когда объявляла эфиры, вот, ну и в комментариях, если что, напишем, это книга Денниса, Деннис, это американский автор, каллиграф, мне очень близок его стиль письма, в его работах я вижу очень много свободы, вот, это пресловутый один взмах руки, один штрих, меня это невероятно как-то вдохновляет, когда письмо рождается из импульса, когда это немедленно там, хотя, безусловно, медленно мы тоже пишем, тут без этого никак не обойтись, особенно на этапе обучения, но в его работах всегда столько жизни, столько свободы, так он ловко как-то управляется с линией, такие интересные придумывает розчерки, формы, и для меня его работа это необычайное вдохновение, всегда, и каждый раз я открываю этот небольшой относительно сборник, каждый раз что-то нахожу для себя новенькое, начиная от вариации букв, заканчивая какими-то композициями с розчерками, у него там и розчерки, и птички, и буквы, и тексты, и совершенно разные формы, там, и нарисованные элементы, а для меня это вот такой прям самый главный вдохновляющий пример каллиграфический из прошлого, хорошо, спасибо, Катя, да, мне очень нравится, и, к счастью, он доступен бесплатно, то есть, его можно скачать и смотреть, я даже его распечатывала одно время, у меня он был распечатан как настольная книга, ты знаешь, у нас у всех, кто, ну вот, занимается чистописанием и любит вот эту всю тему, и преподаватели, в том числе, и родители, у нас настольная книга это Боголюбов, методика чистописания, 55-56-й год, все его, ну, в общем, тоже изучают очень внимательно, и вот у всех он на слуху, в общем, хорошо, и знаешь, как будто встретились с романтикой и прагматикой, вдохновение, полет, линия, штриха, это Боголюбов, чистописание, пишем В, пишем В, все четко, ну, в этом есть разница как раз, я, кстати, тоже зайду, посмотрю, мне тоже интересно, спасибо, что как делишься так щедрой информацией у себя на канале, и часто к таким, как бы, базовым вопросам, вот, из практики, да, как вообще не размазать то, что написал пером и тушью, вот, как левшее, да, допустим, какой-то ты, может быть, подход используешь, может быть, ты ждешь, когда все высохнет и дальше пишешь, может быть, каким-то образом держишь либо лист, либо руку, вот, чуть-чуть можешь, ну, поделиться немножко об этом, расскажи. Да, конечно, можно ждать, пока высохнет, но это придется очень долго ждать, после каждой буквы, да, есть, конечно, секретики, они, на самом деле, и для правшей тоже подойдут, но для левшей особенно, как мне кажется, главная фишка для письма, именно левше, научиться крутить лист, на самом деле, и правше тоже, это очень важно научиться делать, особенно, когда рисуешь розчерки, переходишь к этому этапу, но на этапе письма, именно для левши, найти правильный поворот бумаги, очень-очень важно, если кому-то эта тема интересна, у меня есть ютуб-канал, и там прям два, наверное, уже видео есть про письмо для левшей, и я там прям наглядно показываю, просто там камера на стол, и там лучше будет видно, чем я сейчас буду в воздухе показывать, хотя я, безусловно, все покажу, но там просто это лучше видно, я там прям показываю, и про захват рассказываю, и про положение бумаги, так вот, многие удивляются, но я, когда пишу, я разворачиваю листья, то есть, вот, например, я сижу, листья передо мной перевернут практически, ну, то есть, не то, чтобы он вверх ногами, но он точно перпендикулярно или сильнее, чем перпендикулярно наклонен, и получается, я сижу, немножко сбоку смотрю на то, что я пишу, правда, я видела, что правши тоже так делают, у меня тоже, в России было много живых мастер-классов, и я насмотрелась как раз на то, что все по-разному, я тогда как раз убедилась, думаю, так, дело не в левшах и правшах, тут просто каждый индивидуален, каждый со своими особенностями, так вот, и я, получается, разворачиваю, ну, условно, вот, у меня лист лежит вот так, и для правши нужно немножечко наклонить лист влево, я левша, соответственно, я наклоняю лист справа, но я наклоняю его не немножечко, а вот так, или даже вот так, интересно, интересно, и в этом для меня основной, ну, так, прием, скажем так, так, потому что это позволяет мне, во-первых, видеть, что я пишу, потому что левой рукой мы закрываем написанное, неудобно, да, 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 есть такое, а во-вторых, таким образом я не смазываю как раз то, что у меня написано, у меня рука внизу, лист развернут, и я спокойненько двигаюсь по строке вниз, условно, на себя, и мне этот способ помогает, но здесь нужно опять же крутить лист, у меня были студенты левши, и есть и онлайн, и оффлайн, и я наблюдаю, что кто-то так сильно лист не разворачивает, ему достаточно повернуть лист чуть-чуть, кто-то разворачивает так же сильно, как и я, проблема скорее в том, что очень многие левши боятся, когда только начинают учиться, так сильно развернуть лист, потому что это как будто бы неправильно, как будто бы так нельзя, и, наверное, мой авторитет, когда я говорю, что разверни, попробуй, они разворачивают, пробуют, и правда получается, тут, наверное, какое-то внутреннее разрешение нужно, чтобы это совершить, но это нормально, то есть нормально сильно развернуть лист, чтобы видеть то, что написано, также многие говорят, что левша не пишет косыми держателями, вот каллиграфы очень часто пишут косыми держателями, ну это, конечно, скорее не про чисто писание, именно про каллиграфию, косые держатели, если, да, вдруг кто-то не знает, это держатель, у которого перо вставляется вот сюда, в бок, сейчас покажу, ну, условно, перо будет вот так находиться под наклоном сразу, на самом деле и правшам такой инструмент очень удобен для письма о каллиграфии, потому что, когда пишешь таким инструментом, лучше видно, что у тебя получается, то есть перо уже под наклоном, и держать угол наклона тоже легче, и вот левши говорят, что левши такими инструментами писать не могут, или есть даже косые держатели для левшей, у них фланец с другой стороны, я пробовала для левшей, мне было неудобно, я пишу для правшей, то есть мне даже удобен инструмент больше для правшей, чем для левшей, и здесь снова проблема, точнее фишка, только в повороте бумаги, действительно можно не так сильно разворачивать лист, ну, просто потому что уже угол наклона определённый есть, и можно так же писать, я предпочитаю писать прямым держателем, но это исключительно мои личные предпочтения, есть американский каллиграф, мастер пера, вот это звание, мастер пенмен, Джон де Коллибус, он как раз тоже мастер пера, ему это не помешало стать левшой, и он пишет, в смысле, он левша, и ему это не помешало стать каллиграфом, причём ещё и с таким званием, он как раз в основном пишет косым держателем, и тоже так сильно он не разворачивает лист, как я, я видела, как он, ну, как процесс письма, и вот ему как раз косой держатель помогает сильно лист не разворачивать, и он также пользуется косым держателем для правшей, не для левшей. Кать, ну, ты тоже зря говоришь, что это только для каллиграфии, потому что я свой курс по чистописанию, у меня тоже, то есть, есть блок именно для пера, и я рекомендую в том числе и работать остроконечным пером детям, потому что у него тоже много преимуществ, вот, и очень многие, когда покупают мой курс, они работают именно остроконечным пером и тушью, то есть не все работают там линерами или ручками, для многих вот острое перо тоже вызывает большой интерес, и на моем курсе в том числе. У меня еще такой вопрос, а если, допустим, левша делает, ну, вот это вот движение, вот это вот как-то, что с этим делать, оставлять, вот если он так хочет писать пером, или лучше переучить, допустим? Пером так просто невозможно писать, потому что перо раскрывается, по направлению движения, и если у тебя вывернута рука, то, ну, я не знаю, может быть, конечно, если прям очень сильно хотите и долго тренироваться, то получится, но я бы здесь все же рекомендовала учиться перехватывать инструмент и держать его не вот так, а все же вот так. именно для письма пером, для письма ручкой. Да, я бы тоже, в принципе, показывала у себя на курсе именно работу острых пером, чтобы рука была под строкой, потому что по-другому, я вот тоже, если честно, не знаю, но на самом деле проблема левшей, если говорить про детей, они же не только тушью, тушь перо смазывают, они смазывают ручку шариковую, это тоже вот проблема, которая как бы и в обычной повседневной школе присутствует, собственно. Спасибо большое, что... Но здесь вот только разворот бумаги и рука под строкой, да, вот эти два момента. Да, спасибо тебе большое, что поделилась, но мы на эту тему с тобой попозже еще обсудим, вот, какие-то нюансы, может быть, что-то придумаем совместное. А пока следующий вопрос. Скажи мне, пожалуйста, вот я знаю, что у тебя трое прекрасных малышей, трое мальчиков, двое из них уже такого школьного возраста, насколько я знаю. Скажи, вот ты вообще их обучаешь каллиграфии, преподаешь им что-то, рассказываешь или нет? Резонный вопрос для каллиграфа. Как ты уже, наверное, поняла из моей речи, как ты уже поняла из моей речи, я как раз воспринимаю каллиграфию не как, ну, то есть я не воспринимаю ее утилитарно, и поэтому я не обучаю своих детей каллиграфии намеренно, то есть у нас нет, там, я не знаю, какого-то урока каллиграфии, вот что мы сидим и пишем. Но каждый раз, когда они проявляют интерес к тому, что я делаю, я сделаю, ну, то есть я прям включаюсь, напомню, потому что, ну, наверное, как любой, тут даже дело не в том, что я мама или не мама, а просто, когда ты чем-то увлечен, тебе хочется как можно большему количеству людей передать это и заразить как можно большее количество людей тем, что тебе так нравится. И поэтому я там, не знаю, хожу с детьми в музей, вот у нас есть игра Memories, и там картина художника Миро, и у нас недавно была выставка картины Миро, и я взяла с собой туда детей, думаю, пойдем, они увидят картину, запомнят, порадуются, ну, там узнавание произойдет, вот, и также с каллиграфией, у меня нет какой-то цели, что вот прям я научу сейчас, но каждый раз, когда, например, Сёма, это средний сын, подходит и говорит, мама, можно взять у тебя перо, я всю свою жадность, весь свой, вот это вот чувство, что мои перышки сейчас их поцарапают, сейчас их сломают, я все эти чувства заталкиваю поглубже, говорю, конечно же, можно, вот тебе тушь, вот тебе перо, садись со мной, даю ему свои листы, хорошие бумаги, там тушь, всё-всё, вот что у меня есть, всем сразу делюсь, говорю, пожалуйста, давай садись рядышком, и вот в такие моменты у нас, ну, происходит некий контакт, они учатся, и я стараюсь их, ну, заразить вот этой любовью к письму, порой они говорят, мама, я хочу писать так же, как и ты, хочу задавать такие же красивые работы, я говорю, ну, смотри, я же учусь, говорю, давай со мной вместе учиться, ой, ну, давай потом как-нибудь, я сейчас не хочу, я стараюсь не заставлять в эти моменты, но как только, опять же, они проявляют интерес, я стараюсь придумывать интересные задания, я им, например, рисую овальчики, говорю, а ты нарисуй глазки внутри, и только рисуй, вот как овальчики, то есть нажим соблюдай, вот, или мы рисовали деревья, веточки с нажимом, с тонкими линиями чередовали, я им там показывала, как это делается, как получить нажим, вот в такие моменты, они заряжаются немножечко, им интересно, потом снова затишье, но при этом, я считаю, что все-таки это все дает плоды, потому что старший сын, когда пишет свое имя, я вижу, он там добавляет розчерки, какие-никакие, плюс ему сейчас нравится рисовать граффити, он рисует граффити, то есть буквы все равно присутствуют в его творчестве, но так, нет, я не занимаюсь, но, кстати, прописи, если возвращаться к чистописанию, они пишут, потому что, ну здесь, ну надо же учиться. Я знаю, на что надавить. Вот, не то, чтобы я их там заставляю, но вот сегодня даже утром младший сын говорит, можно мультик посмотреть, я говорю, ну ты три листа прописи напиши, и посмотришь потом мультик, ну чтобы рука все равно тренировалась, потому что иначе она просто не научится писать. Вот, поэтому ничего специального не делаю, но любой интерес сразу же поддерживаю. У нас, кстати, были вопросы, вот у нас в группе, от нашей студентки, и параллельно это еще и мама шестилетней девочки. И вот она спрашивала, с чего начать заниматься с ребенком дома для формирования красивого почерка. Может быть, есть какие-то конкретные упражнения, как долго и часто, я думаю, здесь ты скорее поможешь, потому что я как раз больше по красоте там, вот больше по такому желанию самовыражения. Расскажешь, поделешь ссылку там? Да, конечно, я расскажу. Вообще, у меня есть курс игровая каллиграфия, который рассчитан на детей как раз дошкольников от пяти до семи лет. И я на курсе даю возможность работать разными инструментами. это плоская кисть и остроконечная кисть. Так как дети все-таки такого возраста, для них комфортнее работать с крупными форматами, то есть какие-то мелкие прописи им сложнее все эти писать, то здесь такого рода инструменты, они в этом плане хорошо помогают. И мы, получается, работаем плоской кистью. Я даю в работу шрифт «Гротеск», это печатные буквы. Потом мы переходим на работу простым карандашом. И второй букмодуль это работа остроконечной кистью. Там все про творчество, но при этом мы работаем тоже с буквами. Там уже буквы более приближены к прописи. То есть в целом как бы работа заключается в том, чтобы ребенок научился видеть строку, вот это расстояние между буквами. Ну и, конечно, тоже ознакомился. И в курсе у меня очень много различных природных материалов используется. Я там выкладываю буквы всякими, не знаю, там и шишками, и мы работаем с крупой. То есть вот такого плана тоже различные как бы моменты, которые помогают ребенку через моторику мелкую, да, почувствовать эту букву во всех, в общем, во всех измерениях, можно так сказать. И вообще я занимаюсь с детьми, я работаю всегда два раза в неделю, но есть, допустим, дети, которые говорят, или там родители, а вот нам удобно заниматься раз в неделю. Да, пожалуйста, можете заниматься раз в неделю, просто курс будет длительнее. Вот. Ну, потому что как бы количество занятий уменьшается. Ну, вот так я считаю. То есть работать можно либо плоской кистью, либо острой кистью. Сейчас очень много различных брашпенов, которые вот таким фетровым наконечником, и они очень хорошо помогают ребенку держать вот эту линию, потому что кисть все-таки она такая подвижная, а вот это более такой твердый наконечник, но и в то же время он дает вот этот контраст, тонкая широкая линия. Вот. Поэтому вот такого плана инструмента я рекомендую ребятишкам, которые еще не ходят в школу. А потом уже постепенно можно перейти на там линер, на ручку. Ну, и в целом я маленьким ребятишкам все-таки острой конечного перо не даю. И даже как бы первоклассникам я не всем даю, потому что им оно гораздо сложнее. Вот есть ребятишки постарше, которые, например, там, третий-четвертый класс, они прям просят писать перо, они очень это любят. Помладше смотрю, что вот это вот постоянные кляксы, непонимание, как держать, вот это вот все, это только удлиняет процесс, во-первых, обучения, во-вторых, ну, это лишние сложности дополнительные, поэтому если я вижу, что, то есть я могу дать перо как просто, чтобы увлечь, потому что дети, как бы, их нужно увлекать с письмом. Но если я вижу, что в процессе это не так полезно, то я в таком случае убираю, мы работаем линерами в основном. Да, ну, мне кажется, кстати, детям вот эти все фломастеры еще с гибким кончиком, это же еще и интересно, они же такие разноцветные, яркие, и хочется писать, тут взрослым даешь, и то куча эмоций сразу возникает. Там еще, кстати, был такой более четкий вопрос, какая нужна разлиновка страница для букв и какой ширины. Так, это для кого? Можно ли ребенку давать для тренировки? А? Это для первоклассников? Или для кого? Вот для шести лет, для шести лет. То есть предподготовка. И можно ли давать ребенку для тренировки листа 4 или лучше традиционный размер школьной тетрадки? Так, ну, если говорить конкретно про прописи, ну, то есть подготовительный этап, я вот работаю по своему курсу, там, наверное, сантиметра два строка, то есть там крупные буквы получаются. А если говорить уже при переход на все-таки на вот этот размер по чистописанию, то у меня в прописях размер получается строки 7-8 миллиметров. Ну, вообще у меня 7. То есть я... Так как у нас на Китерплейте. Да, так как я работаю по советской методике, а там крупная линовка вначале дается, вот, ну, никуда от нее не уйти, потому что детям гораздо проще увидеть форму буквы, куда завернуть, именно на крупном размере. Потом мы потихоньку в итоге уменьшаем. То есть А4 это будет или это будет формат тетрадный, разницы вообще нет. Никакой. Ну, понятно. Главное просто шаг. Поняла. Как-то, кстати, стало интересно, как ты относишься, как педагог по чистописанию, к шариковой ручке. Не очень хорошо. Не очень? Нет, я не очень ее люблю. Но реалии таковы, что дети ими пишут, и никуда от этого не деться. Но я в основном строю формат своих занятий таким образом, что они работают в прописях моих линером. А потом, когда они делают домашнюю работу в тетрадках, они работают шариковыми ручками. То есть, ну, никуда без этого не пойдешь. То есть, даже те дети, которые увлекаются острым пером, я все равно где-то к середине курса говорю, ребят, ну, как бы все, вы молодцы, конечно, но вот надо еще внедрять и либо линер, либо шариковую ручку, вы не придете в школу с тушью и с остроконечным пером. Ну, это уже все, как бы. И есть такая особенность, что дети, которые работают острым пером длительное время, они такие, ой, все, я не хочу ручкой писать, мне неудобно, надоело. Ну, то есть, тоже должен быть какой-то баланс. Перо это прекрасно, но есть тоже современные какие-то условия, которые, ну, не дают возможности нам прийти в школу и писать там, как Александр Сергеевич Пушкин. Да, конечно. А перьевые ручки? Вот перьевые ручки тоже классная тема, но они по факту такие же, как линеры. То есть, они такие же, как линеры по своим свойствам. И, кстати, вот в тебе тоже вопрос. Может быть, у тебя есть какая-то тоже любимая ручка перьевая? Я, по-моему, тоже видела, что ты прям какие-то обзоры делала. Вот я думаю, что моим слушателям будет очень даже интересно про это узнать. И даже мне. Да, у нас, я на самом деле не могу сказать, что я какой-то великий спец в перьевых ручках, потому что я все же как раз вода, острое перо и цели у меня другие. Но, тем не менее, у меня перьевые ручки есть. У меня есть перьевые ручки лами. Мне очень нравится и у лами. Есть еще серия для школьников ABC, так и называется. И они достаточно толстенькие, с удобным местом захвата. Писать ими довольно удобно, как я вижу в обзорах. Также есть пеликан перьевые ручки. Тоже у них доступны достаточно цены и тоже достаточно хорошо идут. Вот. Последнее время я заказала прям себе несколько перьевых ручек с Алиэкспресс китайских, которые являются копией ручек дорогих брендов. У нас был прямой эфир. У нас просто прям на курсе уже несколько курсов мы вместе с этим студентом прошли. У нас есть студент Сергей, постоянный наш, который как раз увлекается перьевыми ручками. У него их больше 130. И у нас с ним был совместный прямой эфир. и запись этого эфира у нас сохранена. В ВКонтакте мы его проводили этот эфир. И если интересно, мы потом можем также в комментариях к этому, например, сообщению с эфиром оставить ссылку на этот эфир, потому что эфир был очень полезный. И столько, сколько знает Сергей, я вообще близко не знаю, и поэтому я после эфира с ним вообще теперь боюсь что-то говорить о перьевых ручках. И вот эти вот ручки как раз китайские я заказала с его подачи. То есть он посоветовал, потому что это проверенный временем и качеством корпуса ручки. Да, пишущий узел там не такой хороший, как у профессиональных ручек, которые стоят много-много тысяч рублей, но сам корпус, материал, вес примерно такой же. И это отличная возможность вообще попробовать ручку, понять, как она вообще сидит у тебя в руке, прежде чем ты можешь, ну, захочешь, может быть, вложиться в какой-то дорогостоящий экземпляр. Для ребёнка не уверена, что нужно прям вкладываться в какие-то дорогостоящие экземпляры, но это того и не стоит. Да и мне кажется, ребёнку уж лучше купить несколько ручек разных цветных, красивых, чтобы он их под настроение менял, чтобы он чувствовал себя спокойно, и чтобы мама чувствовала себя спокойно, а не спрашивала у сына, когда он возвращается из школы, ручку там не забыл нигде. За тысячу, за тысячу девятьсот девяносто, да, за три тысячи рублей маме. Они же дорогущие. За три тысячи, это ещё хорошо, те вот копии, которые я заказала, они стоят и двадцать, там тысяч оригиналов, то есть намного дороже. И также я в качестве эксперимента заказывала из Китая тоже ручку за сто пять рублей перьевую, то есть вообще максимально бюджетный вариант. Она ещё и лёгкая, я сейчас только, ну, вот её под рукой прям нет, не буду её искать, как-то не приготовила. И это максимально такой бюджетный, а, вот, есть. То есть она очень аккуратная, она маленького размера, но единственное, наверное, было бы лучше, если бы она была чуть-чуть потолще для ребёнка, ну, было бы поудобнее, но всё равно здесь такой мягкий, вот эта мягкая область захвата, мягкая область гриппа. И она достаточно лёгкая, она герметично закрывается, то есть прям вообще хороший вариант ещё и за сто пять рублей. И мне эта ручка нравится, я её тестировала, писала её прям несколько дней подряд, причём и рисовала я её активно, чтобы посмотреть, как она себя будет вести со временем, будет ли вытекать тушь, потому что всё же китайская тушь, ручка, ну, вдруг она, не знаю, будет протекать, но нет, она вела себя довольно хорошо, и вот сейчас я её открываю, ничего здесь, ну, не вытекает, всё чисто, всё аккуратно. Поэтому я думаю, что вот так вот заказать несколько вариантов эта ручка Джин Хао, не в качестве рекламы, а просто, если вдруг, да, есть обзор как раз на эту ручку на Ютубе у меня, и у этого производителя есть масса и других ручек тоже, и насколько я поняла, эта ручка тоже оказалась, что эта ручка тоже копия какой-то там другой ручки. Вот, то есть, китайцы, они прям штамфуют копии. Я думаю, нужно не бояться, пробовать сразу. Если не сложно, если не сложно, то я попрошу тебя ещё ссылку на эту ручку отправить. Я думаю, что всем будет полезно, и нам, и вам, потому что обычно всегда подписчики, они задают конкретные чёткие вопросы, типа, а где купить всё? Им кидаешь ссылку, и все счастливы. Ну, если тебе, конечно, не сложно, мы будем очень благодарны за такую информацию. Да, не сложно, я сейчас быстренько ещё дополню, вы только когда будете заказывать, вот я заказал кончик F, у ручек перьевых разные кончики, разной ширины, и есть кончики пошире, есть кончики потоньше, и вот чем толще кончик, тем, соответственно, нужна больше высота буквы, иначе будет тушь затекать. Вот кончик F, он достаточно тонкий, но вот как раз для высоты букв, там, пять, шесть, семь миллиметров. если прям вот какое-то повседневное, быстрое письмо, лучше взять кончик E, F, кончик выбирается во время заказа, ну, просто параметр товара, это тоже довольно легко сделать, просто учитывайте, помните, так держите в голове, что кончики бывают разные. Да, спасибо большое, кажется, такое важное дополнение. Следующий тогда тебе вопрос, вообще, тема ручек, конечно, она всех триггерит, но я думаю, что, может быть, как-нибудь еще с тобой какой-нибудь прямой эфир сделаем попозже, но это, опять же, если будет запрос на это. Следующий вопрос тебе, я знаю, что ты сейчас живешь в Испании, и расскажи, пожалуйста, как твои дети вообще обучаются там письму, и какой там школьный почерк, школьный, вот именно вариант шрифта школьного там используется. Нам бы тоже очень всем интересно это узнать. Ну вот, начнем со старшего. Старший, получается, пришел здесь в школу, он сразу пошел в четвертый класс, у нас это третий класс был, ну, то есть какие-то азы прописей он получил в русской школе и писал по русским прописям. Здесь уже прописи они не писали, когда он пришел, поэтому несложно сказать, по каким прописям они занимались. И я вижу, как он пишет, это скорее вот наши прописи, я вижу такие отголоски, просто латинские буквы он пишет, но соединяет, плюс ему нравится там что-то украшать. Вот, но в целом, вот этот этап, на самом деле, начальной школы, средний сын, он только пойдет в первый класс, то есть он еще не дорос, а старший сын, получается, проскочил его здесь, поэтому несложно говорить. Но у них здесь немножко другая система образования, у них здесь дети в школу ходят с трех лет, поэтому мой средний сын, он как бы ходит в школу. То, что мы на самом деле называем садиком, но здесь это реально как школа, то есть у них здесь есть занятия, у них здесь есть, ну, прям расписание такое же, как и у школьников, и здание то же самое, то есть это не какое-то отдельное здание, как у нас. И они там в том числе занимаются математикой, и в том числе пишут. Я смотрела прописи, что они делают, как пишут, там либо печатные буквы, ну, как у нас была подготовка к школе у старшего сына, до того, как он пошел в первый класс, мы ходили на подготовку, там тоже были печатные буквы. Вот. И такие первые-первыхые попытки писать в прописях. Что меня удивило, прописи там были, ну, что-то похожее на бизнес-курсив, но только, но меня удивило то, что у них наклон букв прямой был в этих прописях. Я не знаю, как будет сейчас в первом классе, во втором, когда он пойдет уже прям вот в школу-школу, да, вот уже прям совсем станет школьником, но на подготовке, вот условно этот детский садик, подготовка, не знаю, вот это какая-то смесь, просто у нас нет такого в России, поэтому мне сложно провести аналогию. Вот они писали, получается, без наклонов, под прямым уклом. Мне показалось, что это очень странно, потому что это как минимум неудобно. Писать под наклоном гораздо легче, гораздо удобнее, как будто бы это органичнее для руки. Да. А ты знаешь, как бы вообще на самом деле, я вот когда стала изучать вот эту тему бизнес-курсива и вот этот бизнес-эдикейшн, который, журнал, и там прям есть различные статьи, где вот эти вот мастера именно обучают прямому письму. Я прям видела, что это тоже вот такая-такая-то тема, и, по-моему, у нас даже есть, у Сабина Альярова на эту тему проводят мастер-классы. И вот именно подчерковую форму я тоже видела именно прямую, они там рассказывали и образцы в этом журнале публиковали. И еще я как-то натыкалась на американские прописи тоже какие-то картинки, то есть где вот современные уже школьники пишут. И я тоже увидела, что, в принципе, форма очень похожа на бизнес-курсив. Вот это вот именно как эллипс. И тоже она без наклона. Поэтому, в общем, Катя, мы будем ждать твоих комментариев. Когда твой малыш пойдет в первый класс. Ты нам фотографии присылай, в общем. А когда он пойдет... Осталось недолго. Тут уже вот в сентябре. А, в сентябре, да? Там тоже такая же система, что с сентября обучают. Ну да, так мы все. Хорошо. Значит, Катя, у меня к тебе последний вопрос. Смотри, мы можем с тобой еще продолжить в плане, что, может быть, есть у кого-то из наших слушателей вопросы, и мы можем тыкнуть и вывести в прямой эфир человека. Вот. Ну, а я тебе вопрос такой задам. Какой ты можешь дать совет учителям и родителям, которые обучают левшей? Ну, и родителям левшей. Может быть, какой-то вот совет именно как облегчить им письмо. Или, может быть, какой-то мотивирующий. Или, может быть, это будет совет про принятие детей такими, какие они есть. Ага, вот я вижу, что есть кто-то уже желающий, но сейчас мы с Катей договорим, и я вас обязательно, Ольга, подключу. Да, конечно. Ну, я вообще очень... Получается, у меня взгляды такие свободные. То есть я вообще никогда, никогда не поддерживаю давление на кого бы то ни было в школе. Так атмосферу, как... У нас, правда, все строго. То есть и домашки есть, и проверки. И мы достаточно скрупулезно подходим к обучению. Детали все рассматриваем очень тщательно, по полочкам раскладываем. Но при этом я никогда не забываю о главном. Как мне кажется, все-таки и жизнь достаточно коротка, чтобы тратить ее на то, чтобы наседать на кого-то, и для того, чтобы позволять кому-то наседать на тебя. Конечно, это больше применимо когда строятся отношения взрослые-взрослые. Конечно же, когда мы говорим о детях, мы за них несем ответственность и сказать, что да ты делай, что хочешь, ты волен жить, как хочешь, мы, конечно же, не можем, потому что ни к чему хорошему это тоже не приведет. Поэтому пожелаю всем стараться искать золотую середину между тем, чтобы заставлять наседать и чтобы пускать на самотек. Потому что, безусловно, сказать ребенку «Ой, да ладно, сиди как хочешь». Ну, можно, конечно, так сказать, но будет ли в этом много любви? Не думаю. Думаю, не больше любви, чем если мы, скажем, ребенку ударим его по спине палкой и скажем «Сиди ровно, ты чего тут загнулся?» как знак вопроса. Где-то посередине, наверное, ответ. Наверное, я бы посоветовала по мере возможностей, по мере сил и ресурса того самого пресловутого все же относиться ко всему играючи, стараться не наседать на ребенка, если мы говорим о родителях, а стараться предложить ему игру. Например, «О, слушай, я вижу, ты там пишешь вот так, а давай попробуем игру, давай будем крутить тетрадку по часовой стрелке». Вот она смотрит на 11 часов, вот на 12, вот на час, вот на два. Тебе как удобно? Здорово. Попробовать ребенка как-то заинтересовать. Попробовать какие-то такие моменты, когда ты не наседаешь и не говоришь «Я знаю, как правильно, я тебе скажу», потому что мы не знаем, как правильно. Ну, правда, я вот говорю, у меня было много оффлайн-занятий, вот сейчас я как раз далеко, да, и преимущественно онлайн, но начинала-то я вообще только оффлайн преподавала, когда еще вот опыт нарабатывала вот это все. И когда ты видишь, что перед тобой сидит, например, 10 взрослых людей, и каждый как-то по-своему держит инструмент и как-то по-своему наклоняет бумагу, ну, а это уже взрослые люди, которые умеют писать, которые пишут каждый день. Ну, чего требовать от ребенка? Никто не знает, как ему правильно и как ему будет комфортнее. Есть какие-то общие положения, от которых ты можешь отталкиваться, но все равно все это нужно подстраивать под ребенка. И здесь, мне кажется, только терпение. И вот, ну, я говорю, это единственное по мере ресурса. Конечно, когда мама устала, когда там еще нужно 10 ужинов приготовить, но тяжело сидеть с ребенком и играть в поворот тетрадки. Я понимаю, что это прекрасно. Вот, но по возможности стараться. Может быть, просто делать там выходные дни, когда есть возможность спокойно посидеть с ребенком, поиграть, вообще посмотреть, как ему удобно. Потому что, ну, если не мы, то не будем заинтересованы. Искренне. Кто? 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 Поэтому постараться не наседать, не пускать на самотек, стараться искать золотую середину. А где-то золотая середина, на самом деле, каждый из нас и так знает. Мы сами прекрасно знаем, когда мы чуть-чуть пережали. Мы сами прекрасно знаем, когда мы чуть-чуть не дожали. Поэтому. Спасибо, Катя, большое. У нас есть желающие подключиться в прямой эфир. Я сейчас подключу. Так, Ольга. Пам-пам-пам. Так. Вы можете уже говорить. Мне кажется, я вам разрешила. Нажмите, пожалуйста, на микрофончик, чтобы разговаривать с нами. Так. Ольга, мы вас не слышим. Или мне надо отключить? Я не знаю. Сейчас еще раз попробую. Нет, нет. Мне кажется, что возможность-то нам. Может быть, Ольга по ошибке нажимала. А, ну все, тогда ладно. Так. Сейчас тогда я посмотрю. Ну, вроде пока... Ребята, дорогие участники, если у вас есть какие-то вопросы, вы можете задать прямо сейчас. Либо мне, либо прекрасной Екатерине. Если у вас вопросиков нету... Так, я еще раз посмотрю. А я пыталась найти пост. Вдруг кто-то в комментариях писал. Да, я тоже посмотрела. Вот вопрос по поводу шестилетнего ребенка. Мы ответили. И я ответила, как обучать. Вот. Так. А все остальное... Все остальное... Значит, мы можем уже завершать наш прямой эфир. Желающих подключиться нет. Эфир я обязательно сохраню. Я его записала. Я его обязательно выложу. Я сердечно благодарю, Катя, тебя за то, что ты пришла на мой канал. И столько интересного всего рассказала. Просто супер. Мне очень понравилось. Я надеюсь. И, пожалуйста, пишите тоже комментарии. Я выложу эфир. Пишите ваши отзывы. И мне и Кате будет очень приятно. Мы для вас старались. Пишите тоже свои... А, вот вопросик. Интересно, как вы стали гравером? Ага. Супер. Спасибо большое за ваш вопрос. И чуть не закончила. Женя, я тоже сразу дополню. Писала ли ты еще на медной пластине? Это вдруг ты совсем коперплей. Да? Ну, расскажи. Я писала на таких материалах. Просто я в этом плане уже свела собаку, можно сказать. Я стала гравером совершенно случайно. Я вообще из Алтайского края приехала в город Новосибирск. Я пока здесь живу, в Новосибирске. И так сложилось, что я, значит, устроилась на работу в ЦУМ. И там познакомилась женщина, которая занималась гравировкой. И вот она мне говорит. Вот, ты знаешь, у меня нет сменщика, мне нужен сменщик. Мне вот, я занимаюсь гравировкой. Я говорю, а что это вообще такое? Я даже не знала. Она говорит, ну вот, надо писать там на металле и все такое. Нужен красивый почерк. Ну, так как у меня красивый почерк, собственно, со школы, как мы уже выяснили. Я в итоге пошла к ней на обучение. И мне это очень понравилось. Мне это тоже очень вдохновляло. Я за свою жизнь написала на медной пластине, на стальной пластине, на латунной пластине. То есть там на огромном количестве пластин и металлов я написала. Поэтому мне это все очень нравилось. Но в какой-то момент я поняла, что... То есть я уже попробовала просто все. И вот как раз был такой момент, когда я чувствовала, что у меня есть какой-то внутренний потенциал, а я его не реализую. И вот когда я стала именно развивать тему чистописания, у меня вот все, я поняла, что я на своем месте, я делаю то, что нужно. Вот такая история, как я стала мастером-гравером. Я уже... Гравировкой я занимаюсь с 2006 года. Да. Ну, я и по сей день не занимаюсь, но уже гораздо меньше, чем раньше. Больше меня все-таки вдохновляют именно курсы по чистописанию. Так, ну давай тогда еще минутку подождем. Маш, у кого-то еще вопрос какой-то? Да, давай я тогда задам вопрос, пока мы ждем, вдруг еще кто-то спросит, который как раз касается гравировки. Потому что у наших студентов, у нас есть общая группа студентов, и там часто возникает вопрос, чем делать затирку? Вот ты чем делаешь, если что-то золотое? Можешь ли поделиться своими лайфхаками каким-нибудь? А то у нас все купили инструменты, вот эти вот машинки. А чем затирать? Непонятно. Понятно. Вообще у меня на самом деле есть даже уроки в записи по гравировке. Именно есть уроки по стеклу, есть уроки по металлу. Если там у кого-то будет желание, можешь тоже меня порекомендовать. Я как бы делюсь там своим опытом уже длительным. Значит, чем можно закрашивать? Можно закрашивать разными материалами. Можно закрашивать обычной акриловой краской, которая вот эта вот медная-медная, там золотистая. Это один из вариантов. Можно закрашивать, знаешь, чем? Есть лаковые маркеры, которые вот они продаются тоже в художественных магазинах. С ними немножко посложнее, потому что их убирать сложнее со стекла. Но зато они более стойкие. То есть они прям надолго. Если там как бы использовать предмет, то они хорошо держатся. Либо еще перманентные тоже маркеры, которые именно вот золотые и серебряные тоже отлично держатся. Я закрашивала ими кружку свою парфоровую, но ничего не стерлось до сих пор. Вот. Ну, либо там можно еще масляными красками закрасить. Вот еще такой лайфхак. То есть я просто от сердца отрываю. Только потому, что ты попросила. Спасибо большое. Да, вообще интересно. Конечно, целый новый мир. И знаешь, ты смотришь, когда там книга Бикхэма, которую постоянно все каллиграфы тоже из рук в руки передают. Это Universal Penman. И там гравировано те, ну, в смысле, гравировано всегда Бикхэмом. Гравировано-гравировано или какие-то другие издания. И кажется, что это какой-то другой человек вообще. Там что-то такое немыслимое, необычное. А тут вот, пожалуйста, Женя сидит перед нами. Ну, если говорить про Бикхэма, он, скорее всего, работал штихелями. Это такие металлические, как палочки заостренные. Вот на то время, мне кажется, только такой вариант был доступен. А я работаю бормашиной и работала. У меня как бы не было никогда запросов особо на работу штихелями. Ну, там один человек в год спросит, поэтому я особо никогда этим не занималась. Но сейчас еще технологии продвинулись. Сейчас все работают лазерами и лазером гравировку наносят. Поэтому ручная гравировка именно в моем городе, она чуть-чуть как бы, ну, не так популярна. Но у меня все равно есть заказы, то есть мне хватает заказов. Потому что у меня уже база сформирована определенная. И лазером не везде можно сделать гравировку. Мне там приносят каждый год огромные кубки, мне их в лазер не подсунешь. Вот. А у меня есть ученица прекрасная, Анна, которая работает в городе Буй, это Костромская область. Мы недавно с ней списывались. У нее цена за букву дороже, чем у меня. Представляешь? Потому что она там эксклюзивный мастер. Но она действительно шикарно делает работы, конечно. Но вот ей хватило смелости оценить свой труд вот так. И я восхищаюсь, конечно. Потому что нету никого рядом, кто мог сделать ручную гравировку. Ну и плюс она, конечно, шикарно это все делает. Поэтому в целом я считаю, что если этим заниматься, то есть как бы спрос, он и будет. Если твои ученики хотят это как-то монетизировать, либо как дополнение, например, к тем же самым приглашениям еще сделать гравировку на бокалах, мне кажется, это шикарно вообще. Да, да конечно. Тем более, когда умеешь уже писать красиво, знаешь, как строятся буквы. Жень, можно еще вопрос про гравировку? Конечно. Потому что заговорили последнее, честное слово. Я понимаю, что это не по теме нашего эфира, но все равно так интересно. Последний момент. Как раз мы заговорили, да, о бикхме, о вот этих палочках, которыми можно делать гравировку. Вот скажи, а есть ли какие-то секретики? Ну вот если он ошибся, допустим, тогда давно, и повел линию не туда, овал там, кривой, плоский овал, ужасный плоский овал. Как-то можно было исправить ошибку изъема, чтобы что-то зашлифовать? Или вот все, одна попытка, нет? Есть какие-то секретики, как исправить? Ну, на тот момент я не знаю, как бы как было тогда, я не могу это сказать. Я могу сказать только, основываясь на своей практике, какие бывали случаи. Ну, в целом, в 90% случаев работу можно исправить. Можно сделать буквы, допустим, более жирнее, например, и тогда можно скрыть это, то, что там где-то была ошибка. Вообще, это очень важно иметь настрой определенный на работу. Я никогда не думаю об ошибках, то есть я не сижу и не трясусь, типа, а вдруг я сделаю ошибку, а вдруг я сделаю ошибку. Вот это очень важно, то есть быть уверенным, во-первых. Во-вторых, я всегда сверяюсь с текстом, который я написала на листочке, то есть я всегда в него смотрю, чтобы мне точно уже не ошибиться. Но если даже такое вдруг происходит, то есть разные способы. Можно сполировать эту надпись, можно сделать жирнее. Но я как бы, ну, то есть не люблю вообще про это думать даже. В целом, ну, то есть за свою практику, ну, не знаю, у меня не так много было ошибок, и как-то все было очень комфортно. Но бывают моменты, когда не исправишь, и заказчик просто говорит, ну, что теперь, вот, ну, приходится оплачивать. Приходится оплачивать, как бы, тот предмет. И почему я тоже немножко про чистописание проговорю? Потому что я, моя любая ошибка, неправильно написанная буква, неровная буква, корявая буква, она мне будет стоить денег. Поэтому я, как бы, очень щепетильно отношусь именно к работе с детьми, и очень щепетильно именно вот к построению букв, к самому чистописанию отношусь. И, может быть, это тоже как-то сказывается и передаётся, потому что вот у меня такой опыт. Неправильно написал букву, заплати. Очень жёстко. Просто вспоминаются работы, знаешь, вот опять же этого там, ну, или других мастеров, да, гравёров в прошлое время. Когда смотришь сейчас эти работы, там линии просто идеально, всё прям идеально, и думаешь, ну, неужели нигде, вот даже ни чуть-чуть не ошибся, что ли, ну, как же так? Ну, смотри, медная пластина, я не думаю, что она там слишком высокой ценностью обладала, ну, хотя, кто знает, может быть, то время и высокой. Но это не тот предмет, который человек там купил, и он принёс его в подарок. То есть я думаю, что медь всегда можно заменить и начать по-новой. Ну, там же, как и в каллиграфии, да, то есть если каллиграф начал писать и сделал ошибку, он убирает этот лист, расчерчивает по-новой. К сожалению, ну, ничего не сделаешь. Такое тоже бывает. Да, рвёт и вас жевает. Да, хотя, может быть, у тебя тоже есть какие-то лархаки именно в каллиграфии, но, как Саша Боярский нам говорил, я просто всё забрызгиваю золотом, и окей. Нам расскажут слово. Конечно, и так, но нет, есть, можно же лезвием потереть, все вот эти вот обычные приёмчики для удаления чернил, это всё можно использовать. Вот, но глобально, да, это какие-то просто мелкие неточности, а так, если что-то, какой-то косяк, то его, конечно, уже не справишь. Переписываем просто, берём и переписываем, да. Так, ну, я смотрю, что особо пока вопросов больше нет. Да, всё, я тебя тоже отпускаю, а то я с гримировкой. Так, если хочешь, мы можем провести у тебя на канале эфир про гравировку. Да, надо узнать вообще, что там студенты думают. Да, я могу много чего-то. Как это запал не прошёл, остался ли он или нет. Просто одно время, правда, все чего-то прям, ну, купили, видимо, какой-то вень. Ну, и действительно все. Знаешь, ещё все делали гравировку, и все делают машинки для эмбоссинга, наверное, это называется. Вот золочение, когда ты таким горячим кончиком по фольге проводишь, и остаётся отпечаток на кожаном изделии, например, или на дереве, ну, на любой поверхности тоже. Это тиснение, да, тиснение называется. Да, это я тоже умею делать. Вот, Катя. В общем, да, у нас с тобой много тем, смотри, уже нарисовалась, мы обсудим лично. Вот, я тебя сердечно благодарю вообще, что ты к нам пришла, и столько интересного рассказала именно про работу левой рукой. Мне было очень интересно, спасибо тебе большое. Я вообще переполнена эмоциями, я очень люблю прямые эфиры, общаться с аудиторией, мне это всегда очень нравится. Вот, и ты прекрасный мастер и такой учезарный, улыбчивый человек. Вот, так что я думаю, что, я надеюсь, что мы ещё с тобой встретимся на каком-либо из каналов, либо на твоём, либо на моём. Либо ты можешь нам присылать работу своих детей. О, есть ещё желающий, так, сейчас я попробую. А, так, мне не надо, потом. Значит, спасибо тебе большое за эфир. В общем, мы на связи. Спасибо тебе большое за субъект. Мы не прощаемся, я думаю. Да, и пишите обязательно в комментариях, как вы считаете, ну, насколько вам было полезно. Мы всегда будем очень рады вашим приятным, добрым комментариям. Вот, спасибо тебе большое, почти час тридцать проговорили. Вот, тебе желаю вдохновения, красивых букв и самых талантливых учеников. Спасибо. У нас такие как раз есть, уже имеются. Спасибо. Всё. Спасибо, Женя, за приглашение. Была очень рада поболтать и была очень рада познакомиться со всеми, хоть так по аватарочкам посмотреть и видеть знакомые лица и незнакомые. Спасибо за вашу возможность высказаться, поделиться какими-то своими секретиками. Да, тебе тоже большое спасибо ещё раз. Я всех благодарю слушателей, что к нам подключились. Обязательно выложу прямой эфир. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok